В воспитательной колонии Кулпина сегодня встречали Юрия Куклачева. Знаменитый дрессировщик прибыл в исправительное учреждение, чтобы дать концерт. Инициатором поездок стал сам дрессировщик. Его поддержал и Совет Федерации, и премьер-министр. Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение. Юрий Куклачев собирается проехать по всем воспитательным колониям. Колпинское учреждение стало уже седьмым. А неожиданно смене амплуа Дарья Криволапова. В воспитательную колонию Куклачев сегодня приехал без своих знаменитых кошек. На концерт выступления клоуна тоже похоже не было. Сам Юрий Куклачев называет эти встречи уроками доброты. Ведь здесь главное не шои устроить, а проникнуть в сердце ребенка. Начальник колонии, выйдя к ребятам, сначала даже растерялся, не зная, как представить именитого клоуна. Но оказалось, что некоторые из заключенных все-таки видели Куклачева раньше. В основном, конечно, по телевизору. Встречу дрессировщик начал с рассказа о своем жизненном пути. Выбор профессии ему дался нелегко, а уж чтобы достичь в ней высот, потребовалось немало лет. Даже в цирковое училище Куклачева принимать не хотели. Я пришел, меня посмотрели, сказали, нет, у вас данных нет, уходите. После пятого я пошел, нет. После шестого, после седьмого, после восьмого, нет. Они меня даже после восьмого надругались надо мной. Один там вскочил, говорит, ты что, у тебя никаких данных, ты посмотри на свою пиздеоновию, какой у тебя клоун. Иди отсюда, больше не приходи сюда, забирай документы, бросили мне. Один знакомый фокусник, клоун и сейчас народный артист в детстве, например, занимался воровством. Правда, пойманного за руку его отвели не в полицию, а в цирк. Такие истории Юрий Куклачев в воспитательной колонии вспоминал, конечно, не случайно. Сбившись однажды с пути, еще есть шанс достойно идти по жизни. Оказывается, детей, которых, можно сказать, закопали в землю, можно вытащить оттуда. И они могут, полноправными участниками жизни могут быть, честно жить, откровенно. С ними можно работать. Они дышат, они видят, они чувствуют, они понимают. Самое главное, сохранить в них главное качество человека, человечность. Колпинскую колонию Куклачев вообще привел в пример, рассказав, что в начальнике учреждения он встретил единомышленника. По его словам, здесь действительно занимаются воспитанием, они просто живут по инструкции. А чтобы было легче встать на путь истинный, построили звонницу. И теперь просыпаются под звук колоколов и под него же засыпают. Дарья Криволокова, Илья Кондратьев, Вячеслав Петров и Марина Волкова, НТВ, Петербург.